МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями этого часа вас познакомят наши корреспонденты и я, Алексей Андреев. Михаил Игнатьев подписал распоряжение о реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике на 2015-2017 годы. Он включает в себя меры по активизации экономического роста, поддержке различных отраслей экономики, промышленности, энергетического комплекса и транспорта. Об этом глава Чувашии сообщил на заседании правительства. Министр экономического развития Владимир Аврелькин представил комплексный план действий органов исполнительной власти по реализации послания главы Чувашии на текущий год. В проект вошли 83 мероприятия. Они касаются разработки нормативной базы по инвестиционной деятельности, развитию сельского хозяйства и регулированию рынка сельхозпродукции. В перечне также поддержка строительства социально значимых объектов. На строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских поселениях планируется направить 157 миллионов рублей. Список проблемных дорожных объектов определяли сами муниципалитеты. По районам Чувашской республики, а также на вновь начинаемые объекты строительства уличной дорожной сети в 116 населенных пунктах сельских поселений Чувашской республики. Общей продвиженностью 106 километров. Глава Чувашии предупредил, что аукционы проходили в соответствии с законодательством. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит изменения в республиканскую программу по развитию жилищного строительства. В связи с возросшими банковскими ставками по ипотеке была скорректирована программа субсидирования. По программе «Жилье для российской семьи» ставка составляет теперь 13%. Остальную часть берет на себя государство. С учетом того, что мы прогнозируем среднюю стоимость в первом полугодии в порядке 43 тысяч рублей, то есть минус 20%, у нас это будет для эконом-класса. Мы правильно здесь понимаем, что если раньше говорили от факта только ввода, когда представлены будут все правоостановленные документы, сейчас они сдвигают вперед в пользу строительных организаций. Совершенно верно, Михаил Васильевич. То есть на основании подписания соглашений финансовые средства на инженерную инфраструктуру 4 тысячи на один квадратный метр уже сейчас будет поступать застройщик. На заседании Кабинета министров обсудили и другие вопросы. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Завтра в стране стартует досрочный этап единого государственного экзамена. За парты сядут те, кто желает сдать географию и русский язык. О подготовке к ЕГЭ сегодня говорили на расширенном совещании, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В режиме видеосвязи в нем принял участие и глава Чувашии. На виде конференции обсудили нововведения в проведении единого государственного экзамена. Они коснулись методики формирования материалов, доставки их в регионы. В Министерстве образования России подчеркнули, что новый подход к ЕГЭ одобрили большинство россиян, участвующих в обсуждении этой актуальной темы. К примеру, сейчас задания для школьников регионы доставляют по специальным каналам связи. Причем во многих учебных заведениях ведется онлайн-трансляция. Какие еще технологии планируют внедрить в этом году? Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске новостей. В Чебоксарах три дня работал передвижной лекционно-выставочный комплекс «Поезд будущего». За это время его посетили более двух тысяч школьников. Познакомился с железнодорожными инновациями вместе с учениками 3-й Чебоксарской школы и глава города Леонид Черкесов. Подробнее в следующем сюжете. Царское село Санкт-Петербург. Первая страница истории развития российских железных дорог. Но за полтора века технологии шагнули далеко вперед. И новые поезда и дороги уже никак нельзя сравнить с предшествующими. Сапсан, Ласточка, Аллегра – это поезда, развивающие скорость более 200 км в час. Ребятам была предоставлена редкая возможность оказаться в кресле машиниста. В вагонах инновационного поезда есть специальные тренажеры, обучающие вождению. В экспозиции и различные макеты будущих точек роста отрасли. В таком составе вообще выставка впервые. Там 8 вагонов приехало. Все достижения железнодорожной, все достижения техники железнодорожной здесь показано. Вот мы сейчас находимся в Амоне, где нанотехнологии, которые используются в железной дороге. И приятно, что наша компания Гален тоже представляет нанотехнологичные материалы, которые используются в железной дороге. Выставочный комплекс путешествует по России более 4 лет. За это время с деятельностью и перспективами развития российских железных дорог познакомились жители 453 городов страны. Мне было интересно во всех вагонах, но больше всего понравилось, где тренажеры. И в первом вагоне, где рассказывали. Мне понравилось в данном вагоне, потому что я узнал побольше о нанотехнологиях, интересных материалах. Ну вообще, из чего делаются современные вещи. Ожидается, что за три дня работы поезда будущего в Чебоксарах его посетят более полутора тысяч учеников. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Контроль за розничной торговлей, пресечение недобросовестной конкуренции и надзор за деятельностью органов власти. Вот неполный список функций антимонопольной службы. В Чувашском отделении УФАС прошла пресс-конференция, в которой приняли участие и мои коллеги. В прошлом году в Чувашское отделение Федеральной антимонопольной службы поступило более 700 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства. А это на 53% больше по сравнению с 2013 годом. Добрая половина всех заявителей жаловалась на деятельность монополистов. По-прежнему высок процент тех, кого не устраивает работа органов власти. Особого внимания заслужила одна из страховых фирм, которая нарушила сразу несколько статей антимонопольного законодательства, навязывая автовладельцам дополнительные формы страхования при покупке полиса ОСАГО. Мы прошли суды и буквально на днях мы получили решение апелляционного суда, который признал наше решение и предписание законными в полном объеме. И, соответственно, с момента вынесения решения апелляционного суда, решение суда первой инстанции вступает в законную силу. Теперь фирма обязана вернуть все незаконно полученные страховые премии при страховании ОСАГО. Всего же в 2014 году к административной ответственности были привлечены 89 физических и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 270 миллионов рублей. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Вплоть до 5 марта каждую ночь в Чебоксарах будут перекрывать Марпасадское шоссе. Движение ограничат на участке от пересечения с хозяйственным проездом до кольца у фабрики Керек. Это вынужденные меры здесь начали реконструировать дорогу. К лету этот участок Марпасадского шоссе станет шестиполосным. Сейчас трасса не справляется с потоком автотранспорта, движущегося из Новочебоксарска. В данный момент дорожники приступили к переносу подземных коммуникаций. Работы ведутся в ночное время с 23 часов до 5 утра. В настоящее время занимаемся перекладкой ливневой канализации, перекладкой газопроводов, водопроводов и кабелей связи. Рассчитываем, что к тому времени, когда можно будет работать, конец апреля, когда будет тепло, начнем заниматься вплотной дорогой. То есть закроем движение по этой дороге и начнем заниматься уширением. Несмотря на довольно сложный проект, сроки перед исполнителями поставлены предельно сжатые. Движение автотранспорта в полном объеме должно быть восстановлено к сентябрю 2015 года. Но само дорожное полотно планируется расширить значительно раньше. Работы предполагается завершить к 20 июля, но без строительства путепровода. На данном участке в районе Керека будет построен надземный пешеходный переход. В середине лета надземный переход будет завершен. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит более 170 миллионов рублей. Марина Рябцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Вчера около Макдональдса на улице Композитор в Воробьевых в Чебоксарах произошла драка. По предварительным данным, участие в ней приняло около 40 человек. Сообщение о драке поступило в полицию примерно в 21.30. На место сразу выехали все ближайшие патрульные экипажи. Увидев полицейских, молодые люди кинулись в рассыпную. Часть из них бросилась к машинам. Водил полиции номер 4 МВД России по городу Чебоксары были доставлены чрезвы уроженцев Яльчикского и Батаревского районов республики, студенты одного из вузов, а также 13 молодых людей, которые шли по Московскому мосту. На проезжей части Московского моста в Чебоксарах инспектор АГАИ собирается остановить для проверки еще один автомобиль под управлением 20-летнего жителя Чебокса. Однако водитель не выполнил законные требования сотрудника полиции и продолжил движение на автомашине. Около 50 метров провез сотрудника ГИБДД на капоте. Причину своего поведения Чебокса объяснил испугом. В отношении водителя составлен административный протокол. Материал будет отправлен в Следственный комитет. Национальный музей в день своего рождения удивил ценителей прекрасного. Здесь представили парижский архив Геннадия Айги. Это тот редкий случай, когда речь идет о подлинниках. На презентации побывала и наша съемочная группа. Потому что именно в этот замечательный день сбылась наша мечта, которой мы шли весь 2014 год. И вот, наконец-то, коллекция у нас. Парижский архив Геннадия Айги был передан музею в дар его хорошим другом, русским художником, скульптором и издателем Николаем Дрониковым. Среди материалов коллекции есть уникальная живопись, графика, скульптура, связанные с именем поэта. Сегодня Николай Егорович вышел на связь с музеем из Парижа. В архив этот мы собирали с Айги 25 лет. Почему собирали именно здесь? Потому что, как вы знаете, у него не было там постоянного места жительства. И причем, даже если бы и была квартира, то время, конечно бы, тот материал, который он оставлял здесь, там бы, конечно, при обыске изъяли. Мы получили большое наследие, его эпистолярное наследие, его переписка с его мужей. В республике фонд имени Айги достаточно обширен. Его работы хранятся и в художественном музее, и в национальной библиотеке. В последней порядка 800 различных экземпляров и экспонатов. В национальной библиотеке Чувашской республики коллекция Айгианом, ее так назвали, начала формироваться еще в 90-х годах. Когда Геннадий Николаевич передал нам свои книги, свои публикации, материалы, к этой коллекции присоединилась и коллекция Николая Дронникова. В национальном музее собралась новая часть этой коллекции, чему мы очень рады. Чтобы привезти коллекцию в Чувашию, была проделана немалая работа. Велись переговоры с посольством Франции. Огромную поддержку оказал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Данный архив представляет собой огромную культурную ценность. Поступление из Франции уникально тем, что здесь есть переписка рукописи к изданию, которое было сделано во Франции. Такого материала, его нет нигде. И я предполагаю, что рукописи самого Айги ни в библиотеке, ни в художественном музее пока не хранятся. Увидеть выставку Парижского архива Геннадия Иги можно будет совсем скоро, как только сформируют полноценную экспозицию. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Про таких, как он говорят, прошел огонь, воду и медные трубы. А еще пережил войну и смерть самых близких людей. Чувашский художник-пейзажист Георгий Алексеев получил признание только на склоне лет. К 76-летию чувашского живописца Свет увидела книга, посвященная его творчеству. Георгий Алексеев родился в Обресенском районе. Он признается, что именно живописная природа этих мест и подтолкнула его к творчеству. Первые рисунки он рисовал на заборах. Затем начал принимать участие в детских конкурсах. Однажды у нас был конкурс, выставка детского рисунка, иллюстрации. И вот я взял несколько иллюстраций Дон Кихота. А как получилось? Вот у нас детдомовские ребята были, много их. И вот они питались лучше нас, одевались лучше нас. Они приходят, запах вот этой колбасы, чеснока. И мы сделали бартер. После взаимовыгодного обмена Гера узнал, что его работу заняли второе место. А ценный приз забрали все самые детдомовские мальчишки. К совершеннолетию Георгий собрал достаточно картин, чтобы впечатлить приемную комиссию Чебоксарского художественного училища. Поступил в художественное училище в 1957 году. Два года приучился, с половиной третью меня взяли в армию. Началось, три с половиной года прослужил в Приборском военном округе. Потом Карибский кризис, не отпускали. По окончании службы Георгий вернулся в училище и сдал выпускной экзамен на отлично. Потом была свадьба, рождение детей и преподавание в Чебоксарском техучилище. Затем судьба распорядилась так, что молодой подающий надежды художник уехал в Магаданскую область на долгих 15 лет. Однако и там он направил свои творческие амбиции в нужное русло. Рассказывает автор книги Людмила Семечкина. Он принимал участие в газетах, писал какие-то интересные заметочки в тех северных газетах Магаданской области. И я решила, что непременно надо также ввести в его комментарии, в книгу. И вот под некоторыми работами в этой книге идут его комментарии. Вернувшись с севера, художник по-прежнему продолжил рисовать. За все эти годы пейзажист так и не обзавелся собственной мастерской. Зимой творил на балконе, летом на природе. Георгий Алексеев признается, что прожил интересную жизнь. Удалось многое увидеть, познакомиться с разными людьми. В 2001 году живописцу было присвоено почетное звание. Заслуженный художник Чувашской республики. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Бумажные китайские фонарики в последнее время набирают популярность. Однако в населенных пунктах их использовать нельзя. Напоминает МЧС России. Нетрудно предположить, что в День Святого Валентина найдется немало романтически настроенных пар, желающих запустить в небо горящий фонарик. Знак необыкновенной любви. И мало кто задумывается, что они могут стать источником необыкновенных неприятностей. Неофициальных случаев достаточно много, потому что люди, которые запускают, иногда проявляют бдительность. И все-таки, когда упадет китайский фонарик, они пытаются его затушить. Но это бывает не всегда. Бывают случаи, когда они могут упасть на балкон, жилой дом, сухую траву, ну и лесные насаждения. Риск настолько велик, что за использование этих изделий территорий населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. На граждан от 1000 рублей до 2000, на должностных лиц от 6 до 15. Если в отношении юридических лиц, то этот штраф от 150 тысяч до 200 тысяч. В некоторых случаях к нарушителям могут применить и уголовный кодекс. Поэтому стоит заранее найти менее пожароопасные способы показать свои чувства. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. 15 февраля в Чувашии пройдет День молодого избирателя. Подробнее о том, как работает в Республике система правового обучения молодежи, расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков в программе «По существу сразу после новостей». А я, Алексей Андреев, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин